Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Ване на свет появились первые за этот год ванские кошки. 20 февраля день возрождения Арцаха. Москва, Анкара и Тегеран договариваются о дате нового саммита. Анкара предупреждает, что начало военных действий в Идлебе – это вопрос времени. Грузия создаст оповедник на границе с Арменией. Армянский духовно-музыкальный центр присоединился к музею-институту имени Комитаса. Известные армянские художники создали единый холст в поддержку Китая. Каждый год тысячи людей посещают виллу Ванкет в Ване. На вилле, которая находится под охраной особой защиты, родились первые котята этого года. В этом году, благодаря хорошим условиям и уходу, ванская кошка родила четырех детенышей. Все котята чувствуют себя отлично. 20 февраля 1988 года на центральной площади Степанакерта возродилась с новой силой идея и воли арцахских армян к воссоединению с Родиной. Арцахские армяне впервые выступали единым фронтом в борьбе за свои благородные и независимые идеи. Позже это пробуждение было вызвано арцахским движением. Он распространился молниеносно по всей стране, разжигая умы и души патриотического и гордого народа Арцаха и всех армян по всему миру. Арцахское движение стало прелюдией и примером для Армении и других советских республик в их справедливой борьбе за несовисимость. Арцах заслужил свое право на жизнь и освобождение Арцаха является первым шагом к объединении фрагментарных частей нашей исторической Родины. Да здравствует Арцах! Да здравствует героический армянский народ! Москва, Тегеран и Анкара согласовывают дату саммита по сирийскому регулированию, сообщает ТАСС. Точная дата станет известна сразу, как только страны-участницы достигнут соглашения. Во встречу примут участие президент России Владимир Путин, лидер Ирана Хасан Рухани и глава Турции Реджеп Тайпердаган. В прошлый раз президенты встречались в Анкаре в сентябре 2019 года. Контакты между ними поддерживаются в рамках встреч высокого уровня в Нур-Султане. Как ранее сообщал Ай-Реактор, ранее заместитель главы МИД РФ, спецпредседатель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, заявил, что трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Тегеране в первой половине марта, если будет получено согласие турецкого президента Реджепа Тайпердагана. Анкара делает последнее предупреждение Дамаску. Начало военных действий в Идлибе вопрос времени. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайпердаган, отметив, что не намерен уходить из сирийской провинции. Кроме того, он призывает сирийские власти вывести войска. Режим Башара Асада должен прекратить свои агрессивные действия и покинуть демилитаризованную зону, отметил Эрдаган, в противном случае угрожая заставить его сделать это. В 2020 году охраняемые территории будут расширены на 100 тысяч квадратных метров, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Георгий Гахирия, передает новости Грузия. Правительство приняло решение создать национальный парк Эрушати регион Самцхеджевахк близ границы с Арменией. По словам Гахария, это важно и для трансграничного сотрудничества. Согласно объявленным еще в прошлом году планам правительства, новая часть заповедника расположена в административных границах района Иннацминда и включает территории, прилегающие к таким местам, как Абули, а также озеро Сагамо и Паравани. 20 февраля на заседании правительства Республики Армения было принято решение об объединении ГНКО, Центра армянской духовной музыки и ГНКО, Музей института Комитаса. Согласно справке об основании проекта решения, обе организации выполняют аналогичные и схожие функции. Их реорганизация будет осуществлена путем присоединения Центра армянской духовной музыки к Музею института Комитаса. Таким образом, Центр станет филиалом Музея института, который был создан с целью сохранения и пропаганды творческого наследия Комитаса. Проект был разработан Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. Как ожидается, выше отмеченное правительство решение будет способствовать сокращению расходов государственного бюджета. Известные армянские художники создали единое полотно, чтобы оказать моральную поддержку Китаю в борьбе с коронавирусом. Как сообщает Армен Пресс, мероприятие было инициировано профессором Нанкинского педагогического университета, художником Гагиком Аветисяном при поддержке Союза художников Армении. В церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел Республики Армении Зограб Мана Цаканян и посол Китайской Народной Республики Тян Эрлун. Художники Арам Исабикян, Гагик Аветисян, Араак Апян и другие художники передают объединенное полотно китайскому посольству в Армении, после чего она будет отправлена в китайский город Юхан. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Гови де ле» в исполнении Норика Манукя. «Гови де ле» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!